Добрый вечер, Наталья. Давайте еще минут три подождем, может кто-то присоединить, чтобы мы вдвоем были. Не отпишитесь, пожалуйста, как мы слышно. Давайте начнем. Тема у нас урели диалаз-собак, диалоги, патогенез, коммунические признаки, лечения, профилактика. Ночекаменная болезнь у нас, при котором происходит образование отложения ночевых камней, также песка, почка, ночевого пузыря, и может произойти же упорка мочеточек. Чаще всего диагностируемые у взрослых и старых животных, но бывает в предыдущих случая встречаться и у мочевых камней. Ну и мочевые камни могут образовываться, значит, у нас в верхних мочевых путях, это состоящие из смесфата аммония, магния, далее уже салаты кальция и уратные камни. Цистиновые смешанные камни уже реже. И цистиновые и уратные камни, они встречаются чаще определенных пород. Струитные, значит, они могут формироваться у животных в любом возрасте, чаще всего встречаются от 40 лет. Предрасположены к ним таксы, скотч-терьеры, бигли, пекинесы, пуделя. Этот вид камней встречается чаще с сукчем и сомцом. И при таких камнях чаще всего также протекает инфекция мочевых путей. Являются они рентгеноконтрастными и PH в них щелочная обычно. Чаще всего из инфекции, это стафилококковые инфекции встречаются. Бактерии, значит, эти могут гидролизировать мочевину до аммиака и утрекислоты. И сопровождается повышение PH мочи и способствует формированию струитных этих камней. Аксалатные камни. Распространенный тип уролитов у нас, значит, в состав аксалатных мочевых камней входит кальций, аксалата, моногидрат или дегидрат поверхности, обычно такая зазубринная и острая. Значит, может быть большое количество их, ничего мы будем обнаружить. И характерно для кислой мочи собаки. По породной предрасположенности к формированию аксалатов можно отнести к юркшельских терьеров, шицу, шицу миниатюрных пуделей, шнауцеров миниатюрных шпицы, мальтеза и так далее. Также чаще всего у нас встречается как раз таки, ну, отмечено большой, как бы, большой процент у кастрированных кобелей, которые относятся к маленьким породам. Ну, и средний возраст, это где-то, ну, пожилые собаки, 8-9 лет. Формирование этих урлитов, значит, связано с кислотно-основным балансом организма животного. Также они могут возникнуть после применения, например, форсимиды бронзалона, да, кольцин диуретиков. Аккуратный урлитиаз. Чаще всего, ну, в среднем возрасте, это 3-5 лет, могут в некоторых случаях проявляться раньше. Значит, урлитные они не так часто встречаются. Состоят они из одноосновной аммониевой соли, матерой кислоты, маленькие по размеру, форма у них сферическая, поверхность гладкая. И характерны также для множественного образования. Цвет светло-желтый бывает, ну, от светло-желтого до коричневого. И они очень быстро крошатся, ну, такие нежные камни. Часто бывают рецидивы образования этих камней, если они уже были. Значит, если различить по породам, то это, значит, йоркширские терьеры, цвиркшнауцеры, волкотавы, мальтийские баллонки, даматины. Также одной из причин образования этого вида камуратов может служить такой диагноз, как портосистемные шлюты. У нас была собака, йоркширский терьер, в 10 месяцев у них может, ну, даже до года формироваться эти камни. Так, цистинвы. Они встречаются редко. По породе это таксы, антилльский бульдоги, кирширский терьер, чихуа. Значит, они состоят из цистина и имеют очень маленький размер и сферической формы. Цвет у них разный, может быть, это желтый, зеленый, либо коричневый. Считается, что это наследственная патология, связанная с нарушением транспорта цистина в почках. Также может встречаться у больших собак, это английские мастифы и нефаунденты, тибетские какие-то породы. В среднем возрасте это от 4-х вообще лет, но могут развиваться и у молодых собак. Фотогенез. Фотогенез. Значит, изменение кислотно-щелочного равновесия в организме приводит к нарушению окислительно-восстановительных процессов. Минерального обмена происходит увеличение экскреции почками кальция, фосфора, натрия, серы, хлора. И в результате этих нарушениях в мочевом пузыре, в печени, в почках развиваются воспалительные дистрофические процессы. Изменение по аж мочи в неудельном весе ведет к нарушению коллоидно-кристаллического равновесия мочи и выведению солей, мокопротеидов, в результате чего в конечном итоге образуются мочевые камни. Значит, в основном для образования камней это является слизь, эксутат, также фитрин и какие-то клетки почного петеля. И вследствие этого происходит выпадение солей, кристаллов и белков. Значит, также может произойти скупорка, да, слизь, оболочки мочевых путей этими камнями. И у собаки может происходить, ну, так же, как у других животных, застой мочи, развивается вторичная инфекция и может развиться, ну, урусистит, либо пелонефрит, да. Значит, если мы не оказываем вечернюю помощь животному, то животное у нас может погибнуть от интоксикации организма мочой. В то время мочевого пелирена у зимы можно увидеть песок, да, и комплименты. Моча будет иметь резкий запах. Причинами урлитиаза, ну, причин много, да. Первый, это мы всегда, как бы, чаще всего это встречается у домашних животных, те, у которых очень маленькая физическая активность, и почему встречаются у мелких, потому что их очень редко, допустим, погуляют, да, как бы рацион неправильный. Это прогулки по 15-20 минут. Такие короткие прогулки, они способствуют образованию камней. Также, в соответствии с тем, что животное нерегулярно ходит в туалет, бывают такие владельцы не очень ответственные, которые могут вообще раз в сутки гулять с животными. Тогда происходят застойные процессы в мочевого родительственной системе. Также по животного, ну, по, значит, считается, что кубелеи встречаются чаще, чем у сук. Как у них. У ретро устроено чуть-чуть по-другому, да, и там, как бы, кристаллизация солей происходит, ну, для кристаллизации солей более удобно, как бы, у ретро. Неправильное питание. Это когда, допустим, большое потребление те животные, которые едят большое количество, допустим, белка, минеральных солей, высокоглеводистой пищи и клетчатки, они больше подвержены мочекаменной болезни, чем те животные, у которых рацион сбалансированный. Также причинами могут стать инфекционные различные процессы, мочевого родительственной и половой системы. Сейчас актуальная тема – это вода, и употребление некачественной воды также может привести к образованию мочевых камней. Недостаточный, например, питьевой режим – это если у животного нерегулярно стоит вода, а животное ест корм, но не получает воду в должных количествах. Моча, плотность мочи повышается, это тоже может привести к образованию мочевых камней. Врожденные также патологии, данный следственный фактор – это бывает, допустим, нарушение работы печени, почек, сосудов, также эти нарушения могут привести к образованию мочевых камней болезней. Чаще всего мы можем наблюдать это заболевание у юршинских терьеров, пекинесов, шнауцеров, карликовых поделей. Факторы у нас делятся на экзогенные и эндогенные, на внешние и внутренние. К конечным факторам мы относим к кормлению, то есть это вода, корм, минеральный состав воды. К внутреннему мы относим заболевания животного, которые могут вызывать мочканную болезнь. Протоколальные шунты, воспользовательные процессы мочковой системы, герогенетические какие-то аномалии обменных веществ. Клинические признаки. Значит, мы знаем, что иногда бывает очень… Животное может болеть долго, да, и течение болезни может быть бессимптомным. Пока не увидим, допустим, кровь, мочи, гематурея. Также болезненность, допустим, в области почек появляется. Если появляется, допустим, патология, ну, белый инфрит, да, то мы можем обмечать лихорадку у животных, и животное будет облитено, ну, в любых случаях. Если происходит смещение камней, мелких камней, для песка, мочи, спускательный канал, то это может быть привести к частичной обструкции, либо к полной обструкции тока мочи. Значит, боль в животе будет… И если не устранить обструкцию, то это может привести к разрыву мочевого пузыря, тоже критическое состояние. Вот. Ну и так далее. Получение мочевого пузыря на рвоту может у животного быть, либо по носу, все зависит от состояния и, ну, как долго все было. Диагностику у нас, как и, в принципе, всегда стандартная, да, это анализ, визуальный смотр, да, клинический, рентген, музей, лабораторные исследования. При физикальном обследовании на месте там можно обнаружить камни, мочекаминую болезнь. Значит, если здесь еще подключены, то есть, происходит проблемы с почками, то мы можем болезнь нас также отметить. Болезнь из брюшной полости, увеличение мочевого пузыря, состояние животного гонотина, ну, если, допустим, мы не можем, ну, каких-то этих близников нет, то мы можем, в принципе, только на увиду именно геню видеть. Значит, есть еще ректальные исследования, ну, это крупные животные, только легче провести, да, тогда тоже можно, в принципе, рассчитать при локализации камни в УРТ у члена пальпироваться может. Также, если происходит обструкция, то мы проводим катаризацию, и понимаем, что у нас, допустим, при катаризации может оказаться сопротивление, то есть если закупорка у ультро произошла. Значит, у рентген. У нас есть рентгеноконтрастные и нерентгеноконтрастные камни. Значит, к рентгеноконтрастным мочевым камням относятся уролиты, струиты можно увидеть. Иногда применяют контрастную двойную цистографию, либо уротографию. Ультразвуковое исследование мы также подтверждаем наличие камней, ничего в пузыре, осмотрим состояние почек, оцениваем размеры и состояние. Лабораторные исследования мы видим от животного биохимический анализ крови, общий анализ крови, также мы проводим исследования общий анализ мочи и культурное исследование мочи, это подпосев. Ну и, соответственно, учитываем дифференциальную диагностику, дифференцируем от астроникрита, цистита, уротрита, хомедиоза, лептоспироза, собак. Так, лечение. В первую очередь, если у нас проблема с оттоком мочи, то лечение у нас направляется на устранение застой мочи и установление проходимости мочевых путей. Закупорка у нас может происходить как следствие спазма допустим, мышц, укладка мускулатуры, так и за счет камней, песка. Применять можно атропин подкожно, кто-то применять ножку внутримышечную либо папавирин подкожный и внутримышечный можно колоть спазмолгон, спазган и так далее. Спазмолитики, параллельно с ними можно применить седативные препараты и анальгетики. если у нас у животного приступ мочевых колик, то здесь можно кто умеет сделать поясничную лукаиновую блокаду. Для того, чтобы разрушить и вывести мочевые камни и песок, можно применять уродан внутрь, уролит траву, что он означает. Это домашнее применение. Ну и лечение будет зависеть от состава и локализации мочевых камней. Если у нас произошла закупорка, то для того, чтобы устранить катетер, мы устанавливаем. Если мы не можем устранить эту патологию, то мы можем провести циститомию, это разрез мочевого пузыря и извлекать уже мочевые камни. накладываем швы и решаем мочевый пузырь. После проведения проводим консервативное лечение, которое направлено на устранение воспалительного процесса мочевого пузыря. Также в любом случае измечается лечебная диета, так как при многих заболеваниях лечебная диета тоже помогает и способствует выздоровлению. Фосфатные камни растворяют путем сбега PH мочи кислую сторону. В этом случае нужна диета, которая ограничивается поступлением белка фосфора и магния с кормом. Также препараты подавляют микрофлору мочевого пузыря. Уратные и цистиновые камни растворяются при сдвиге PH мочи в щелочную сторону. В этом случае корма с ограниченным количеством белка. либо если натуралка то также ограничивается количеством белка. Но лучше всего при мочеканной болезни вообще применять уже лечебные готовые корма. Которые специально для этого созданы. и профилактика. Ну антибиотики можно назначить понятно если чаще с старичными инфекциями протекают. можно назначить антибиотики. Так профилактика значит в первую очередь необходимо сбалансированное кормление. И как мы говорили про воду вода должна быть фильтрованной свежей всегда. Необходимо допустим вообще желательно менять воду несколько раз в сутки. Рацион сбалансированный если натуралка сам балансирует то если он не может сбалансировать рацион кормление то лучше применять промышленную корму. Если мы применяем промышленную корма либо животное склонно к образованию мочевых кормлений то мы исключаем рыбку по сути всякое соревнование понятное нельзя сладко тоже нельзя и необходимо сократить количество местной продукции. Собаку необходимо выгуливать несколько раз в день и и а если у животного животное склонно то соответственно необходимо посещать своего ветеринарного врача который будет проводить обследование которое рекомендовано если животное старое то в любом случае раз в полгода необходимо его обследовать необходимо тщательно следить за весом питомца так как ожирение это одна из главных причин возникновения мочевых болезней в принципе все добрый вечер паша если где-то пропустили я могу вернуться вам тоже спасибо хорошего вечера до свидания